Доказательство очередных военных преступлений России в Украине представила Международная правозащитная организация Amnesty International. В докладе с символическим названием по этапу речь идет о насильном вывозе людей из оккупированных регионов, ну а также о так называемой фильтрации. Чем важна деятельность правозащитников и как она в дальнейшем может наказать виновных далее в нашем материале. Трагические судьбы семей, разлучение детей с родителями, разделение жен и мужей, принудительное переселение, депортации, фильтрации и пытки. Все это в своем докладе о преступлениях России против украинского народа собрала Международная правозащитная организация Amnesty International. Чем интересен этот доклад? Он основан на опросе непосредственных жертв этого процесса насильственного перемещения. И, собственно говоря, практически все, кто выезжал, подвергались и унизительным процедурам, и там были и пытки, там были и помещения в условиях, которые мы называем близкими к жестокому обращению. Правозащитники опросили 88 человек, 48 из них из Мариуполя. Они, в частности, рассказали, что российские военные не давали им выехать из города на подконтрольную Украине территорию. Вместо этого людей насильно вывозили на оккупированную часть Донецкой области, а затем в Россию. Amnesty International зафиксировала несколько случаев насильственного перемещения из Мариуполя в Донецк детей без сопровождения взрослых, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. В некоторых случаях силы группировки ДНР разыскивали детей, людей с инвалидностью и пожилых людей, которые уже достигли относительно безопасных районов и планировали отправиться в подконтрольное украинскому правительству районы и перенаправляли их в оккупированные российскими силами районы Донецка. Из доклада Amnesty International. Кроме прочего, в докладе описывается история 28-летнего бывшего украинского полицейского, который 25 марта бежал из Мариуполя в Володарское в оккупированной части Донецкой области. Его вместе с девушкой удерживали в здании школы в ожидании фильтрации. 29 марта боевики так называемой ДНР доставили его в отделение полиции, где допрашивали и избивали. Человек в форме ударил меня дубинкой по ногам. Он начал кричать «давай быстро расскажи мне все» и ударил меня по плечу. А потом еще раз по спине. Он надел мне на голову белый пакет, перекрыв доступ воздуха. Один из мужчин сказал «давай выведем его в поле, а там убьем». Максима отпустили и переместили в Россию. В конце концов, ему удалось покинуть страну через Беларусь. Из доклада Amnesty International. Юридические доказательства. Они документируются, они вносятся как уголовное производство по национальными правоохранительными органами. И потом совместно с украинскими правоохранителями эта информация объединяется и ложится в совместное расследование этих преступлений. Правозащитники Amnesty International призывают в Международный уголовный суд незамедлительно начать расследование описанных в докладе случаев военных преступлений. Также они отмечают, что это лишь видимая их часть и количество преступлений с каждым днем российской агрессии растет. Василий Панасюк для телеканала Freedom. К нашему эфиру присоединяется Александра Романцова, исполнительный директор правозащитной организации «Центр гражданских свобод» с основателем инициативы «Трибунал для Путина». Александра, мы, конечно, приветствуем вас в нашем эфире. Доброе утро. Александра, тема военных преступлений, которые совершает Российская Федерация, она очень актуальна каждый день, потому что, к сожалению, продолжается российская агрессия до сих пор на территории Украины. И все-таки, когда мы говорим о наказании военных преступников, иногда складывается впечатление, что мы говорим о будущем, а иногда складывается впечатление, что мы говорим о совсем далеком будущем. Потому что мы понимаем, что достаточно длительный процесс для того, чтобы в правовом поле это доказать и, собственно, найти этих преступников, которые едва ли будут очень рады своему задержанию. И, конечно же, последний этап – это ответственность этих самых преступников. Сейчас в чем состоит самая важная работа в этом очень сложном, ну и, возможно, даже длительном процессе? Самая важная работа, на самом деле, не потерять все доказательства и всю информацию. Во-первых, люди в стрессовом состоянии очень часто меняют свою память, на них влияет то, что рассказали. Они просто хотят очень часто забыть, поремонтировать то, что разбилось, либо было уничтожено, либо было исковеркано. То есть, на самом деле, война стирает за собой следы не только другими боями, либо другим попаданием снаряда в то же место. У нас есть такие случаи, когда у нас несколько эпизодов, разные виды снарядов попадали в одно и то же место, хотя это была разница даже несколько дней. То есть, самое важное сейчас – сохранить эту информацию, собрать ее такой достаточно, чтобы сколько бы мы ни занимались организацией правильного механизма, все это дальше, за все это, собственно, как бы сделать выносто вырок, да, то есть решить непосредственно этот кейс и определить степень наказания. Мы к этому моменту должны не потерять достаточную доказательную базу, потому что война – это одно из самых сложных мест преступления, потому что, еще раз говорю, его хочется починить, его хочется людям вернуть возможность нормально жить, поэтому так важно все это зафиксировать, поэтому так важно мы стараемся, как документаторы, так же, как и прокуратура, СБУ и полиция, прибыть на место самыми первыми. Это во-первых. Во-вторых, очень важно это подготовить правильные процессы и процедуры, потому что Украина – миролюбивая страна, и за всю свою независимость, собственно говоря, кроме конфликта, 8 лет войны непосредственно с Россией никогда его не имела. Наши судьи-прокуроры этого опыта не имеют. За 8 лет мы с вами не более десятка дел открыли по международным преступлениям, по военным преступлениям. У нас даже законодательство к этому не готово. Поэтому есть многие вещи, которые мы можем сделать сами для того, чтобы то, что будет расследовано и дальше осуждено здесь, в Украине, соответствовало международным стандартам, и, соответственно, мы вот это огромные объемы кейсов. Сейчас прокуратура больше 40 тысяч кейсов зафиксировала. У нас в базе, вот Александр Павличенко до этого наверняка говорил, есть более уже 25 тысяч кейсов. То есть вот эти объемы просто огромные. Они должны быть очень правильно проведены через суд, чтобы в дальнейшем не оспаривали, что мы необъективно относимся к этим делам, что наши судьи необъективно проводят судебное заседание, потому что мы сторона конфликта. Поэтому здесь так важно это все продумать. И действительно военные преступления, как и преступления геноцида, преступления против человечности, преступления агрессии – это международные преступления. То есть тот факт, что они случились в любой стране мира, опасен абсолютно для всех. Поэтому много есть коллег наших с вами, судей и прокуроров в других странах, например, Швеции, Испании, Польше, которые по универсальной юрисдикции тоже открыли непосредственно дела и сейчас рассматривают военные преступления в Украине на своем национальном уровне. Так что мы здесь не одиноки. И в любом случае, даже если вот большой глобальный трибунал, это затянет какие-то годы для того, чтобы его создать, мы, конечно, будем работать над тем, чтобы этот трибунал был создан значительно раньше. Но в то же время это вовсе не означает, что до этого у нас нет возможности принимать решения и вот изменить ход истории, потому что на нашей территории еще пока что такие глобальные преступления не осуждались. Все, что сделал Советский Союз, мы до сих пор с вами бьемся, чтобы признать Голодомор геноцидом, хотя это, ну вот, по-честному, Голодомор был не только у нас, и это нужно не только нам. Он был и на юге Российской Федерации, он был в Казахстане, и там тоже это геноцид по отношению к тем группам населения, которые были там. Поэтому, если мы добьемся признания его здесь, в Украине, это будут прецеденты для остальных. Сейчас Украина один большой прецедент. То есть от нас действительно зависит, как международное правосудие будет идти дальше. Александра, а как вы считаете, насколько эти процессы должны происходить публично? Я не имею в виду какие-то нюансы, которые, конечно же, нельзя разглашать. Для чего? Для того, чтобы предупредить потенциальных военных преступников. Ведь в мирной жизни есть четкое осознание, что за воровство есть определенное уголовное наказание, за убийство есть уголовное наказание. А военные преступники, которые приезжают к нам из Российской Федерации, они чувствуют свою безнаказанность. Очень многие из них даже не знают, что существуют какие-то правила ведения войны. То есть есть люди, которые абсолютно об этом не слышали. Им кажется, что не будет за это наказание. И, возможно, если бы они знали, что наказание будет, что все-таки такое следствие ведется и сейчас, в 21 веке, по крайней мере, это можно доказать, возможно, они бы воздержались от некоторых поступков. Как считаете? Или это слишком наивно полагать, что такое можно предупредить? Да, действительно, это называется замораживающий эффект. То есть когда мы предупреждаем то, что может случиться, показав, что случается с теми, кто так уже делал. Поэтому, да, это правда абсолютно. Причем обратите внимание, в нашем фольклоре мы это уже более или менее как бы вычистили, но вспомните, пожалуйста, фразы такие фольклорные, которые остались в том же русском языке. Война все спишет. И там разные вещи, которые говорят о том, что война – это такое явление, после которого разбираться никто не будет и разобраться невозможно. Так вот, то, что это попало в фольклор, это означает, что люди в это верят. Это на уровне такой бытовой мудрости. Поэтому мы должны это действительно изменить, показать, что все абсолютно будет оценено. Все абсолютно свидетельства будут собраны. Все люди, которые вы даже пытались скрыть, что они были убиты или истерзаны, все будут найдены, есть мировая система расследований, включая систему ДНК, которая поможет даже из небольшой части найденного найти информацию, кто это был и что с ним случилось. Вот это самое важное – показать, что не бывает войны, которая все сотрет, не бывает преступных решений, которые не будут оценены. И поэтому это не наивно, это правильно, потому что только так формируется ограничение зла. Когда Крым и Донбасс, вот когда оккупация и эта военная интервенция там, которая в Крыму была вообще явственная, а на Донбассе была непосредственно скрытая, когда она осталась без ответа, это дало возможность дальше развивать идею и мысль, что это нормальный способ общения с Украиной как страной, забирать ее территорию. То есть вот это очень важный аспект. Еще раз повторяю, мы сейчас с вами создаем прецеденты международного правосудия непосредственно. Конечно, ответственность высокая, но и наша мотивация тоже высокая, и это будет не только нам полезно. Сирия, Чечня, Молдова, Грузия – все те места, где Россия устраивала агрессивной политикой, а отрыв населения от возможности управлять своей страной. Все серые зоны, которые создала Россия, там люди не имеют возможности непосредственно включиться в какие-то демократические процессы и определять, как они будут жить. Там люди страдали. По одной Чечне задокументировано правозащитниками более миллиона кейсов. У нас будет не меньше. Александра, вот сейчас вы вспомнили про СССР, я тоже предлагаю немножко отмотать историю назад. И действительно, неоднократно я слышала от многих экспертов, что как раз это и есть прецедент безнаказанности за те преступления, совершенные годами Советским Союзом против человечества, вспоминая ГУЛАГ и миллионы закатованных людей, и геноцид, который вы сейчас упомянули. Так и не был наказан. Более того, Россию пригласили в ООН. И теперь не знают, как в том фильме, как ее оттуда выпроводить. И поэтому встает вопрос о том, какая все-таки цель этих всех трибуналов для Путина, как мы говорим. Потому что по примеру Советского Союза и по примеру Германии, то там было понятно их ограничение в военной деятельности, то, как разделили Германию, в принципе, мы видим, как Германия сейчас ведет себя на мировой геополитической арене. Поэтому мне хочется понимать, вы говорите, нет такого прецедента, а какие все-таки должны быть меры наказания и ограничения в данной ситуации, чтобы как все раньше, что было в истории, для того, чтобы предотвратить это в будущем. Вторая, первая мировая, вторая мировая. И вот, здравствуйте, 21 век, ну, третья такая вот гибридная мировая, но она, в принципе, идет. Какие же меры, какие же ограничения должны быть наложены на Россию, чтобы в будущем такого не было? Здесь очень важно понимать, что вот эти прецедентные нужно разглядывать вот в реальности. Не мифологию, которая в том числе у нас тоже с вами уже остается и она конструируется, а прям реальные факты. Поэтому документирование так важно. Поэтому так важна работа международного мемориала, который в том числе имело и украинские подразделения, которое, работая с архивами, восстанавливало всю информацию про все преступления, и в том числе Сандармох, за которым Юрий Дмитриев до сих пор сидит, по сути. Почему они так боятся мемориала? Потому что это люди, которые посмотрели назад и вернулись к тем преступлениям, которые остались безнаказаны. В то же время надо четко понимать, что это должна быть реальность, за которую мы готовы в том числе извиняться. Я имею в виду, что должны быть прецеденты исторические, где та же Украина, например, берет на себя ответственность в тех местах, в которых она принимала участие. Еще раз, это не мы. Это предыдущая власть, которая супер хотела понравиться Российской Федерации, но в то же время все равно это определенное наше наследие. Я сейчас говорю о том, как Украина повлияла на ситуацию, например, с Приднестровьем. Там украинские паспорта раздавались, и Украина пропускала до 2014 года российское оружие, которое мы же теперь опасаемся рядом с нашими границами между Приднестровьем и Украиной. То есть здесь очень надо четко понимать, что прежде всего это должны быть расследования, расследования объективные, расследования международные. Второе, мы должны быть готовы, в том числе, если мы найдем какое-то наше участие, просить за это прощение и рефлексировать, не повторять эту практику, не считать, что, как, например, были чеченские подразделения, которые помогали Россию оторвать Абхазию. Понимаете? То есть, а потом сами же столкнулись с тем, что они с теми же людьми, с которыми воевали в Абхазии на одной стороне, потом на своей территории имели проблемы. То есть мы должны четко показать, что такое, даже когда нам кажется в короткой исторической перспективе, что это полезно, поддержать, например, сейчас Россию или с кем-то воевать вместе, то это должно быть наше видение на многие годы, что такого прецедента не может быть, иначе он рано или поздно вернется к нам в бумеранг. Поэтому в отношении России надо четко помнить, что ситуация была на момент Советского Союза и создания ООН. Мы, Беларусь, Украина и СССР имели три разных голоса. Но в то же время большинство нашего на тот момент голосования, они были абсолютно одинаковые. Украина, так же как и СССР, Украинская Социалистическая Республика, на тот момент воздержалась от голосования за всеобщую декларацию прав человека. Понятное дело, что на тот момент это вообще невозможно было сделать по-другому, и тем не менее мы должны вот эти моменты рефлексировать. Россия зашла в Совет Безопасности ООН, потому что остальным странам новым после Советского Союза было немножко все равно. И сейчас мы разбираемся вот с теми решениями, которые тогда приняло руководство Украины, молодой, независимой и во многом еще очень экономически связанной с Российской Федерацией. Так что здесь прежде всего то, что от нас зависит, мы должны следить за своим, за своими решениями, проанализировать предыдущие и сделать то, чего не делала Россия никогда. Это извиниться и построить другие отношения с нашими соседями, собственно говоря. И последнее, это предложить ООН механизм исключения России в целом из ООН. Потому что то, что она делает, это на самом деле не просто то, что должно быть наказано в Совете Безопасности, это то, что противоречит статуту ООН. Безусловно. Александра, бывает часто такое, что осознание и понимание Украины и самих процессов, так как мы это видим изнутри, оно несколько отличается с тем, как привыкли это делать партнеры либо какие-то крупные организации, в том числе ООН. Все-таки ООН есть свои некоторые принципы. И как вы считаете, наши рекомендации, они все-таки должны ориентироваться на те самые принципы ООН, либо на новые вызовы, которые сегодня получает мир, ну и в частности, которые получает Украина в первую очередь? Это есть замечательная теория изменений, которая рассказывает, что между тем, что мы хотим и тем, что есть сейчас, не должно быть очень большого разрыва. Ну иначе люди сопротивляются таким изменениям. В том числе и люди политически ответственные, которые в ООН представляют свои страны. То есть мы должны показать поэтапные планы таких изменений. И да, Украина это может сделать. Украина не раз предлагала уникальные решения. И, собственно, это ту ценность, которую мы показываем. Когда война закончится, мы хотим быть таким партнером, который приносит уникальные решения, который приносит много новостей и много изменений. Но при этом мы должны помнить, что люди сопротивляются изменениям очень резким, очень далеким от той ситуации, на которую они привыкли рассчитывать, то есть ситуация на сейчас. Поэтому я вижу как раз между тем, что вы сказали, между этими двумя факторами, как раз вот такое. Во-первых, мы должны очень детально, хорошо знать ситуацию на сейчас и механизмы, которые сейчас созданы. То есть Украина супербыстро учится. Украина включается в политику. Украина сейчас решает пробелы с отношениями с теми странами, на которые мы привыкли где-то не обращать внимания. У нас есть страны, в которых мы никогда не были с дипломатическими визитами со времен установления дипломатических отношений в 1991, 1992, 1993 годах. И вот, например, сейчас МЗС супербыстро старается наверстать вот эти пропущенные моменты. Понятное дело, что это сложно. Это требует бюджетов, времени и профессионализма наших специалистов. Но сейчас у нас есть эта мотивация. И у нас есть такие люди. Украинцы супербыстро учатся. Поэтому так важно нам разрабатывать планы не просто оторванных таких вот, знаете, мечтах. Просто мы хотим, чтобы все было правильно. Нет, мы должны показать план как поэтапно из пункта А. Мы предлагаем через пункт А1, А2, А3, А4 и, наконец-то, пункт Б. А не сразу из пункта А в пункт Б. Потому что даже физика говорит о том, что в данном случае может быть разрыв, если резко что-то сделать. Поэтому нам придется в этом разбираться, нам придется предлагать, нам придется говорить о механизмах и о влияниях этих новых механизмов на дальнейшую безопасность. А мы сейчас говорим о конструировании новой системы безопасности международной в мире. И эта новая система безопасности в том числе должна сама по себе думать о том, что будет дальше. Мы видим, насколько активны технологии, например, супердистанционные в войнах. И сейчас, если мы будем предлагать какие-то ограничения оружия, например, пополнение списка оружия, которое нужно запрещать, мы должны думать не только о том, что сейчас мы уже видим, но и о том, куда это оружие развивается. То есть если мы говорим о запрете каких-то практик, например, гибридной войны, которые нет сейчас в международных женевских и гаагских конвенциях, они не подготовлены, ну потому что они 40 лет тому назад, там последний раз поправлялись, они не подготовлены к гибридным формам войн. Как сбалансировать свободу слова и, например, запрет работы таких страшных пропагандистов, как Соловьев и Скобеева. Это нужно сделать так, чтобы не просто персонально их запретить, а не дать больше использовать свободу слова в разжигании войны. Вы знаете, что сейчас вернулись к вопросу об осуждении руководителя радио «Тысячи холмов», которое привело, по сути, к руандийскому трибуналу. И есть исследование, которое показывало, что там, где радиоволна доставала, там соседи шли убивать соседей. А там, где ее не было, там, наоборот, была поддержка и отсутствие геноцида. То есть мы видим прямое влияние. И теперь новые предложения со стороны Украины должны предлагать, как реагировать на это и как реагировать на то, что куда это все разовьется в будущем. Потому что, к сожалению, способы принуждения, в том числе и военные, имеют перспективу, что есть всегда охотче их развивать и использовать. Мы должны об этом думать. Александра, и все-таки я хотелось бы еще вернуться к методам расследования военных преступлений. Ведь сейчас, в 2022 году, в любом случае, есть новые методы расследования, о которых, возможно, потенциальные военные преступники и не предполагают, потому что, ну, на самом деле, есть разные такие казусные случаи, когда они понимали, какая техника работает, или еще что-то, или украденная камера в Украине оказывалась где-то на территории Российской Федерации, случайно включенная, предоставляла ее бывшим владельцам некоторые данные. То есть есть понимание, что в техническом аспекте могут быть, ну, какие-то провалы в знаниях, скажем так. И вот очень важно озвучить, потому что у нас и зрители во всем мире, и в Российской Федерации в том числе, и очень важно озвучить, что на самом деле, ну, все-таки уже прогресс дошел до того, что даже о военных преступлениях в каком-то украинском селе могут узнать в дальнейшем, и все-таки придется нести ответственность. Да, это абсолютно правда. Надо помнить о том, что Украина высокотехнологичная страна с покрытием интернета, ну, достаточно хорошим, одним из лучших в Европе и в мире на достаточно хорошем уровне. Иногда у нас люди сидели в подвалах и имели интернет, но не имели питьевой воды. В то же время надо помнить, что для того, чтобы в дальнейшем использовать там эти файлы, они, например, должны сохраняться в первозданном виде. Вот как вы записали, вы можете их копии отправлять куда-нибудь, но в то же время там есть такое понятие, как метаданные. Это когда этот визуальный, например, объект электронного вида был создан, и он это все записывает. Да, это абсолютно так. Абсолютно каждая камера на телефоне, на планшете, установленная на доме и так далее, это все большой массив информации, который докажет личную ответственность каждого человека, который сделал больше, чем позволяет устав и стандарты правил ведения войны. Ну, то есть, грубо говоря, да, устав говорит о том, что солдат, который для того, чтобы выжить, ему нужна еда, он может взять еду, но не стиральную машину и не унитаз, который явно не требуется для выживания солдата. Или там норковая шуба, если мы говорим о том, что солдат должен выжить и взять какую-то одежду, это точно не весь гардероб, и это точно не какие-то предметы роскоши. То есть, поэтому так важно, чтобы каждый человек в мире в целом, задумываясь о каком-то участии в военных действиях, понимал, что есть правила и есть ответственность не только за сами военные преступления, но даже за пропорциональность. Если вы летчик, который авиабомбой стреляет по Мариупольскому театру, где, возможно, есть аж два солдата, то это пропорционально военное преступление. То есть, точно так же, как по Макаровскому хлебозаводу, авиабомбой стрелять подгруппировки из 30 солдат, это все равно военное преступление, потому что это диспропорция. Так что технологии дают возможность зафиксировать то, что происходит, дают возможность зафиксировать контекст, дают возможность зафиксировать систематичность. В многих международных преступлениях тем больше военное преступление, чем больше доказано, что это был приказ и систематичность. Александр, очень коротко в финале нашего разговора вот называется ваша инициатива «Трибунал для Путина», такой некий символизм, да, чтобы этот трибунал состоялся, потому что Путина надо как-то его как-то туда фактически, физически, ну, перевести, да, отдельный вопрос. Поэтому про символизм в финале, короткий вопрос, короткий ответ. Как вы думаете, как будет это выглядеть с Путиным в истории как с Милошевичем или все-таки с Чаушеску? То есть он не дождется и либо свои же? Не знаю. Слава Богу, эта вселенная имеет много сюрпризов, в том числе и для нас здесь вероятности очень много, но даже если мы его не арестуем, но у нас будет акт об аресте, это сильно ограничит его и закроет его в той самой России, которую он испортил. Вот, поэтому в любом случае даже когда процедура начнется, ему уже будет хуже, чем сейчас. Я думаю, что он будет бледный и нервный и действительно сидеть в ГАГе или в Мариупольском трибунале, как мы очень хотим сделать, потому что Мариуполь действительно страшно пострадал и будет осознавать то, как неправильно он использовал исторический шанс, который ему дала на тот момент еще зарождающаяся российская демократия и как он все это испортил. Александра, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню зрителям, что с нами на связи была Александра Романцова, исполнительный директор правозащиты организации Центр гражданских свобод, основатель инициативы Трибунал для Путина.